Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня мы будем тестировать новинки и не только новинки 13 каталога Faberica. Я только из душа и я в диком восторге. Но про масло я вам уже рассказывала, дрем терпи, оно необыкновенно просто. Я даже, знаете, так подумала, здесь у нас 150 миллилитров, цена 200 рублей со скидкой консультанта, это немного на самом деле. Именно вот за продукт с такими свойствами, да. И на мокрое тело распрызгал вот этот вот мист дрем терпи. Так, артикул 2559. Классный. Не скажу, что он прям сильно как-то увлажняет, легкое такое увлажнение, но сам аромат. Мне знаете, что показалось, его можно распрыскивать на подушку. На подушку перед сном, мне кажется, это прям будет тема, я сегодня так обязательно сделаю. Сейчас мы с вами будем тестировать патчи ICU с мой макияж, мицеллярочкой вербена. Девчонки, сегодня читаю комментарии. Меня вот некоторые комментарии просто убивают на повал. Так, где мои ватные диски. Завтра будем с вами, сейчас у нас уже глубокий вечер, тестировать пятновыводитель. Некоторые девчонки пишут. Хороший пятновыводитель спрей. Мне нравится, как он работает. Ну, работает. Я разбрызгаю на пятно, потом застираю, потру, постираю в машинке с порошком и еще с одним пятновыводителем. И пятна уходят. Девчонки, вы себя слышите сами. Мы будем тестировать по инструкции. То есть на пятно разбрызгал, постирал, пятно должно уйти. Никаких застирываний. Застирывать можно и с хозяйственным мылом. И все отойдет. Зачем тогда пятновыводитель? Я не понимаю. Вот эти вот телодвижения лишние я застирывать не собираюсь. Никогда. Не вижу в этом никакого смысла, потому что сейчас рынок бытовой химии, он богат на средства, которые справляются без застирывания. Когда вы пишете, что продукт работает, но я обработала, сначала жду несколько часов, потом застирываю, потом еще потру и так далее. Смешно, девчонки, вот честно. Если в инструкции написано так, значит мы будем делать так, как написано в инструкции. Застирывание, это может обычный фаберлик порошок, если нанести на пятно и застирать, и потереть, отойти и так далее. Это совсем неинтересно. Хочется такой продукт. Хочется, во-первых, продукт, который отвечает заявленным своим свойствам. Правильно? Правильно. А если он не работает, то не работает. Опять было много комментариев, что он не работает. Кто-то написал сегодня, что помогает спрей только от пятен от пота. Но я не могу никак протестировать, потому что мне кажется, уже лет 10 как, я не встречала нигде в жизни пятна от пота, потому что сейчас очень много антипроспирантов, которые работают, не оставляют следов на футболках. И на футболках нет, у меня не можно, у меня никогда не было пятен от пота. Поэтому таким способом я протестировать не могу, к сожалению. И какое-нибудь свежее пятно с вами посадим завтра. Кетчуп, например. Тот же самый, не чай. Посмотрим, справится ли спрей пятновыводитель. Очень интересно. Так, удалила макияж мицеллярки ворбины. Вообще глаза, девчонки, не щипает. Я ее очень люблю. Мне кажется, она еще деликатнее стала после перевыпуска. И прекрасно, как вы видите, удаляет макияж достаточно стойкий. У меня сегодня было очень много. Так, сейчас я пенкой еще моюсь. Нанесем с вами сыворотку. И будем тестировать патча Сеул. Потому что вот сегодня опять многие написали, что они прям классные. Я даже не знаю, девчонки. Я люблю сейчас вот щеточкой умываться. Потому что в последнее время были высыпания почему-то. Видимо, недоочищала кожу. Поэтому хочется ее очищать как следует, чтобы пенка на лице успела поработать. У меня не фаберликовская пенка, поэтому я вам не озвучиваю. Но, тем не менее, очень любимая. Подбиваю свои запасы. Уходовой косметики. Вот таким образом очищаю. Смотрите, видите, пигментные пятна уже, кстати, почти ушли. Слава Богу. Ну, сейчас умываю, покажу. Чуть-чуть вот здесь осталось видно. И чуть-чуть над губой здесь уже не видно практически. Когда лицо очищаешь хорошо, все косметические средства, которые на него после этого ложатся, тоже работают гораздо лучше. Умываемся. Умылись. Вот видите? Прям вот немножко их осталось. И вот тут. Надеюсь, скоро они все меня покинут. Сыворотка тоже не фаберлик, поэтому не озвучиваю. Подобью все свои запасы. Буду пользоваться только фаберликом. Потому что меня устраивает. Во всем. Мне только масочек не хватает. Сегодня мы с вами без маски. Сегодня у нас будет патч релакс. Посмотрим, насколько они хорошо работают. Сравним их с розовыми. Потому что я знаю, многим девчонкам это важно. И пока работает программа Фаберлик Лайк. И можно взять со скидкой. Девочки хотят знать, действительно, стоит ли брать этот продукт или нет. У меня есть с чем сравнить. Я вам уже говорила, сейчас пользуюсь патчами Сазон, который стоит 296 рублей. А эти по скидке почти 600. Поэтому нам нужно с вами знать истину. Так, сыворотку нанесла. Мне сейчас этого достаточно. Крем никакой не хочу наносить. Может быть, после патча. А может быть, и не буду. Лопаточку не люблю, если честно. Ложу руками. Да. Мне так нравится. Больше. Гораздо больше. Блин, хочется патчи. И на верхние века наложить, честно. Она тоже нуждается у нас в уходе. Что тут у меня? Сыворотка. Так. Вот они. Патчи. Так. Это я, по ходу дела, две штуки захватила сразу. Да. Нет, они не такие толстые, как я думала в обзоре заказа. Но они плотненькие. Они действительно плотненькие. Сыворотки пока нормально. Они плотные. Я люблю вот так именно. Острым концом туда. Мне так нравится больше. Что хочу сказать. У меня сейчас есть синяки под глазами. Поэтому, если от синяков избавляют, я это точно увижу. Потому что теплю мало. Они у меня есть. Сползают. Можно было даже немножко сыворотки снять. Ну ладно, я сейчас буду ложиться все равно. И на лоб один приклеим. Опа-на. Вот так. Я бы еще и вот сюда приклеила. На мимический. Сыворотка, правда, без запаха какая-то. Я что-то не чувствую, девчонки. Запаха никакого. Так, патчи, не уезжайте, пока мы сейчас с вами ляжем. Если избавляют от синяков, я это увижу. Потому что они у меня есть. И есть при пухлости под глазами. Да? От недосыпых. И мимические тоже есть. Потому что от патча зон я увидела эффект разглашивания. От этих не знаю. Посмотрим. Будет ли что-то так. Лопаточка мне не нужна, в принципе. Мы ее с вами уберем. Ну все. Насколько нужно с вами походить по инструкции. Не уезжайте. Вернуть свежий, отдохнувший вид, взгляду, молодость и привлекательность. Роскошные компоненты в составе эффективно питают, увлажняют, предотвращают появление морщин. То есть от морщин они у нас с вами не избавляют. Они предотвращают. То есть если регулярно увлажнять кожу вокруг глаз, то морщин должно быть меньше. Это понятно нам и без патчей. Так. Вы сможете использовать на протяжении целого месяца. 30 дней за год. Способ применения. Извлечь пару патчей с помощью специальной лопаточки. Очищенная кожа. Приклеить гидрогель в пластину на 15-20 минут. Колечками пальцев аккуратно распределить остатки эссенса по поверхности кожи век. Вот мне хочется на верхнее тоже веко. Эссенса такая легенькая, не липкая и практически не ощущается на коже. Поэтому да. Так. Здесь у нас эстракт икры, комплекс пептидов, гидролизованный коллаген. Ну будем надеяться, что они помощнее розовых. Я прям тогда буду довольна. Сюда чуть-чуть. Куда-то опять. Вот эти уезжают. Тогда об руку снимаем, лишнюю сыворотку. Да? Можно не об руку, можно об декольте или еще бы что-то. Чтобы зря ее не тратить. Да? Если она рабочая. На все мимические с вами нанесем. Ну все. Я вам расскажу уже завтра. Потому что сейчас буду ложиться. У нас уже поздно. Может с этими патчами прямо засну? Ну не, не засну. Я их сниму, посмотрю на эффект. И вам расскажу уже завтра, когда будем тестировать пятновыводитель. Ой, девчонки, про детскую линейку-то еще я вам не сказала. Мы сегодня с Ксюшей помыли волосы и приняли душ с вот этими средствами. Я уже вам говорила, что это бьюти-кафе Малина слизаная просто один в один. Перламутр здесь такой симпатичненький. Артикул 2689 гель для душа. Ну нормально помылась и мы все как бы ничего. Обычный гель для душа. Шампунь-бальзам никакой не бальзам. Так же как вот и Техно Китс шампунь-бальзам, да, яблочко зеленое. Вообще не бальзам. Ни в каком месте не бальзам. Хорошо промывает волосы, запутывает их, как и все шампуни Фаберлик. Нет, Фаберлик хорошей линейки для длинных, вьющихся, пористых детских волос. То есть у нас они путаются очень сильно. Я применяю и взрослые бальзамы, несмывашки взрослые тоже. Вот этот нет, он не шампунь-бальзам, если вы берете с целью облегчения расчесывания, вообще не ваша история. А так все нормально, дочери запах нравится, поэтому вот так вот, мои хорошие. День следующий, девчонки, что по патчам? Я тут приятно удивлена. Прыщик выскочил. Потому что последние дни, во-первых, с утра у меня мешки под глазами практически каждое утро почему-то и синяки. Сейчас все очень достойно. Я прям удивлена. Еще вот даже не умывалась, снимаю вам как есть. А когда вчера я их сняла, мне было недостаточно, конечно, питания, увлажнения, что ли. Потому что вот эта сыворотка, она прям совсем легкая, потом кожу век трогаешь. У кого кожа возрастная, мне кажется, вообще будет очень мало вот именно увлажнения. Его нет. Его просто нет. Но есть легкое разглаживание. И не знаю, в целом кожа под глазами выглядела хорошо. Правда, вот как написано, свежий взгляд. Не знаю, с чем это связано. Я буду еще сейчас с утра делать. Посмотрю, как работает вот утро. Как выглядит у меня кожа под глазками, да. То есть и синячки есть, вот их видно, да. И немножко припухлости я сейчас пойду умоюсь и еще раз попробую. Будем с вами тестировать пятновыводитель. От кетчупа сейчас придумаем, где мне пятно поставить. На чем-нибудь ненужном, да. И свежее пятно с вами протестировать. И жидким, новым, и спреем. Нашла вещь, которую не жалко, которой уже пора на выброс. Мы с вами ставим пятно от кетчупа. И я хочу еще жирное пятно от майонеза. Ну вот, допустим, если еда на одежду упадет, да. Будем стирать свежие пятна. Дать им шанс. Нашим пятновыводительным, да, так скажем. Так, размажем. Потом удалим. Так. Капочки. Теперь, как мы будем применять их? Читаем с вами. Так, спрей у нас вот он, обновленный. Артикул. Способ применения. Где он? Мелко так состав написан. О, господи, состав. Значит, с изнанки нанести средство на пятно и оставить на 5-15 минут. Затем убрать остатки средства и загрязнение чистой, увлажненной тканью. В случае особо сильных загрязнений повторить процедуру. На некоторых тканях после обработки возможно появление остаточных следов или разводов. В этом случае необходимо полоскание в теплой проточной воде. Предварительная обработка. За 2-10 минут до начала стирки распылить средство на особо загрязненные места сухого изделия. Сухого. Сухого не получится. В том числе воротнички, манжеты, рубашки, носки. Для лучшего пропитывания эффекта можно слегка потереть. Затем постирать, как обычно. Так, и жидкие еще при стирке, когда добавим артикул. Так, и здесь у нас способ применения. 50 мл в машинку. Нанесите на пятно, подождите 3-10 минут. Затем для лучшего эффекта по 3-й пятно и при стирке 50. Слушайте, ну давайте еще. Тогда я сейчас ложечку возьму. С вами побольше вот так вот разнесем, чтобы мы жидкие протестировали на пятне. И этот. Ну теперь я смою продукты, собственно говоря, наверное, да? Не буду же я прям на кетчуп наносить. Так, сначала спрей. Мы с вами сейчас вверху давайте спрей наносить. Или вот тут я нанесу жидкий. Давайте спрей на все пятно. Сейчас ставлю на 15 минут. Посмотрим, что произойдет. А потом будем стирать. Так, пятно от майонеза так не видно, девчонки. Я не знаю, как жир депутатистировать. Будем на кетчупе смотреть. А вот сюда, с краешку, я налью. Плохо вам видно сейчас, девчонки? О, жидкий. Налила. То есть на этом пятно жидкий, на это пятно у нас спрей. Ждем 15 минут. Ну и ничего. Свежее пятно, да? Я, конечно, сейчас потру. Хотя этим делом не люблю заниматься, но сейчас немножко руками потру. Слушайте, ну, потерите, если результат нормальный. Потерла слегка. То есть получается вот жидкий, спрей, точнее, вот жидкий. Для предварительной обработки пока мне больше нравится жидкий. Да? То есть от кетчупа не осталось и следа. А вот такой. Сейчас будем стирать. Теперь загружу в стиральную машинку, добавлю 50 миллилитров еще вот этого средства. У меня есть еще носочки белые, которые совсем уже не белые, сейчас покажу. Посмотрим, как он справится. Вот так гуляет мой ребенок в песочнице. Они должны быть белые, по логике вещей. Это один раз одела. Давайте сбрызнем, что ли, с вами жидким. Да? Потому что многие говорили, что вот носочки хорошо так стирать. Причем я сейчас, знаете, как сделаю? Один носок сбрызну, а второй не буду. И постираю с порошков у берлика. Посмотрим, есть ли разница. Я почему-то подозреваю, что ее не будет. Вот так чуть-чуть оставлю сейчас, минуточек на пять. И брошу в машинку. А второй носок не буду. И посмотрим, какие они потом оттуда выйдут. Ну и футболку, конечно, постираем с вами. Запустила стирку. Положила порошок наш сухой, обычный, да? Горная свежесть. И добавила 50 мл жидкого пятновыводителя. То есть у нас получается с вами, мы два пятновыводителя аж за раз используем. Но если они сейчас не справятся с носками, или будет такой же результат просто, как после порошка, потому что он меня вполне устраивает в этом плане, то о чем говорить? То есть мы два за раз пятновыводителя. С вами используем, да? Посмотрим, что будет с носочками, что будет с оставшимся пятном от кетчупа. Стираю в режиме хлопок при температуре 60 градусов. Посмотрим. Сейчас хочу вместе с вами протестировать спрей для разглаживания белья. Вот наволочка высохла. И вот такая вот она. Да? То есть это очень плотная бязь. Она все равно так заминается. Даже если ровно ее развесить. И вот наш спрей для разглаживания. Я видела видео у Женечки моей, по-моему. 112,85. Распшикаешь, руками разгладишь. Я руками разглаживаю? Ничего, да? А если попшикать? Сейчас попробуем. Так. Побильненько попшикаем. И что, прям вот рукой проведешь, и все уже разглаживает. Ой, ну аромат классный. Я, честно, не люблю гладить, и времени у меня на это нет. Вот так разглаживаем руками. Чуть-чуть влажная ткань. Слушайте. Ну, не знаю, как вы думаете, девчонки? У меня, правда, не на ровной поверхности лежит. Вот это место, где я обработала, и вот это, если сравнить, мне кажется, есть результат, да? Не сильно такой выраженный, но есть. То есть, если действительно использовать перед разглаживанием тканей, которые тяжело разглаживаются, то будет вообще классно. Вот. Да? Рукой погладила. Мне кажется, стало гораздо лучше там, чем вот в этих местах, да? Вот это место получше стало. То есть, мне кажется, знаете, можно вот такие ткани, которые плохо разглаживаются, когда из машинки достаешь, немножко сбрызнуть, когда развешиваешь. Развесить ровно и чуть-чуть сбрызнуть. Будет здорово. Ну, интересный, интересный продукт, на самом деле. Вот если срочно нужно какую-то блузочку, да? Вот так попшикал. Мне, конечно, не так, как в видео, но это очень плотная ткань. Это бязь 142, по-моему, у меня плотностью. А так интересно, на самом деле. Вот тут вот почти не брызгало. Здесь все замято. Не, а так здорово. Здорово, на самом деле. Буду пробовать дальше. Пока машинка стирает, нанесла сыворотку, ну, очистила лицо, сделала масочку, нанесла сыворотку и гель алоэ АСЕУЛ. Надо его добить, пока еще теплое время года. Он хорошо очень заходит. Ну, относительно теплый, да? Сегодня потепление у нас. И патчи в этот раз решил вот так надеть. Я редко надеваю уголочками сюда. Ну, думаю, дай попробую. Вот, и сейчас посмотрим на эффект еще раз. Потому что как-то вот одного раза мало, конечно, чтобы убедиться в их действенности. Но, по крайней мере, не точно лучше, чем розовый. Если сомневаетесь, какие брать по программе лайк, зеленый 100% лучше. Здесь гораздо интереснее состав, я так полагаю. Розовый мне никак вообще. Вообще никак. Просто никак. Даже легкого увлажнения нет. Ну, все, ходим. Машинка стирает. Потом вам покажу результат. Впереди у нас с вами еще за тест моделирующего спроя для волос. Будем с вами пробовать с ним делать кудряхи. Так что оставайтесь со мной до конца. Снимаем патчи. Будем смотреть, что произошло в этот раз. Тикс. Но разглаживания сильного как такового я не вижу. Ну, а синяки, мне кажется, лучше. Это с учетом того, что я еще в холодильнике не держу. Сыворотка, что касается каких-то антивозрастных изменений, слабовата. Волосы липнут прям к патчам. Она прям слабовата. Вот остатки ее распределяем на верхние века чуть-чуть их тут совсем. А вот что касается синяков, мне кажется, они работают. Да. Вот они менее выражены. Да. Вот что касается синяков, да. Легкий увлажняющий эффект. Но вот я когда прищуриваюсь, я вижу свои мимические, и они вот, ну, совсем, совсем не разглажены от слова. Совсем. Нет у этого эффекта. А синяки, да. Поэтому я не могу им поставить пятерку, но они гораздо лучше, чем розовые. Это однозначно. Потому что эффект хоть какой-то, но есть от розовых нет. Вот как-то посвежее взгляд, мне кажется, стал после них. Да, посвежее однозначно. Поэтому если брать девчонки по программе лайк, то я, конечно, советую зеленую. Ну что, достала из машинки. Что хочу сказать? Все отстиралось. То есть пятна, которая у нас с вами была от кетчупа, нет. Нет. По поводу носков. Вот два одинаковых. Абсолютно одинаковых. Ничем не отличающихся. В связи с этим делаю вывод. В связи с этим делаю вывод, что спрей никакой. Смысла в нем абсолютно никакого не вижу. А вот жидкий пятновыводитель еще использовать можно, да. Он у нас с вами и сразу пятно от кетчупа вывел. То есть, да, наливаем, чуть потерли, через 15 минут пятна нет. А вот спрей вообще в нем толку никакого не вижу. Да, девчонки писали, воротнички, рубашки и так далее. Может быть, может быть. У нас нет белых рубашек, поэтому не могу ничего сказать. Может быть. Но вот этот вот жидкий, который он, гораздо мощнее. Носок мы с вами спреем обработали, второй не обрабатывали. Постирали все жидким. Они одинаковые, да. Они все равно серые, потому что носкам уже тысячу лет. На улицу бегаем мы в них гулять в песочнице, да. Но они абсолютно одинаковые. Вот я на них смотрю. Ну, они абсолютно одинаковые. То есть, что мы побрызгали спреем перед стиркой, что мы не побрызгали. Порошок Фаберлик вместе с отбеливателем жидким справились с этими вещами одинаково. И, соответственно, жидкий пятновыводитель отстирал у нас весь с вами кетчуп на футболке, на которой мы с вами тестировали все это дело. Поэтому нет, спрей я больше никогда не возьму. Я этому средству точно абсолютно не дам. Ни третьего, ни четвертого, ни пятого шанса. Да, два уже дала, хватит. Не могу сказать, мощнее они или нет, потому что, в принципе, прошлые средства также справлялись. Ну, вот жидкий пятновыводитель, да, мне кажется, ему найдется место в моем доме. Если вещь действительно дорога и на ней пятно какое-то серьезное, то я готова вот так вот наливать, перед стиркой чуть-чуть затирать и отправлять в стирку, да. Все пятнышки хорошо отходят. Свежие. Не знаю, конечно, как на застарелых. На застарелых навряд ли на застарелых. У нас с вами карандаш только справляется, да. Поэтому так, девчонки, надеюсь, за тест вам понравился. Ну что, мои хорошие, у нас с вами перед за тестом спрея еще же масочка Арису. Арису Котмаски. 7726. Сейчас сниму полотенчик. Так. И как мы с вами ее наносим? Я чуть-чуть всегда подсушиваю волосы, потому что, ну, по-другому неудобно. На мокрые волосы потом, ну, как хотите, течет все на совсем мокрое. Она очень густая, мы с вами тоже проверили. Вот она стояла ровно и сейчас выровнялась, да? Очень. Баттер. Прям вот баттер. Набираю на руки. Аримент классный. Такая слегка сиреневая она. И вот так наношу. По всей длине я буду наносить, я думаю, потому что я сомневаюсь, что она утяжелит. Фаберлик таких вот утяжеляющих продуктов для волос, в принципе, мне кажется, нет. Так. И еще где-то вот столько. Ну, банки, наверное, хватит. Раз на 8-10. Мне эта серия очень нравится. Я думаю, маска будет неплохая. Вот пока под руками, что чувствуется? Эффект разглаживания чувствуется однозначно. То есть я чувствую, да, видите, как волосики разглаживаются. Но он такой, я бы сказала, слегка силиконистый. Ну, по ощущениям вот. Потому что, когда наносишь на волосы, да, уже чувствуется все равно. Ну, не сильно силиконистый, но разглаживает, разглаживает. Разглаживает, разглаживает неплохо. Так, сейчас руки помою и прочешем еще волосы. Ну, вот сколько ушло за раз. Ну, раз на 8 точек хватит, да и на 10 хватит. Ну, смотря опять, какая длина волос, да. С широкой расческой, какой у вас самый широкий гребень есть. Прочесываем. Закрываем наши кончики. Маски как много остается на расческе. Так. Все прочесываем. Назад зачешу. Сейчас завяжу волосы. Будем мы с вами ходить. Сколько у нас по инструкции? Так. 5 минут. Че так мало-то? Минут 15 буду ходить, девчонки. 5 минут мало. 5 минут, это она как бальзам у нас с вами сработает. Минут 15 буду ходить. И тогда уже можно оценить. Все, завязала. И 15 минут с вами ходим. Потом посмотрим, будем волосы сушить, кудряхи делать. Первый раз буду так делать, самому интересно. Ну, все, прошло 15 минут. Даже 20, наверное, смываем маску. Посмотрим, что с волосами будем укладываться. Но пока по волоскам очень даже неплохо, гладенькие. Посмотрим, что будет дальше. Так, теперь наша с вами задача перед укладкой нанести свой способ применения. Так, вот этот термомоделирующий спрей. Артикул 2703. Распылить на всю длину волос перед использованием горячих инструментов. Распылим. Посмотрим, что получится. Запах классный. Особенно на кончике. И так, не жалея. Сейчас немножко дадим ему поработать. Минут 5-10. И будем с вами приступать к сушке. Если он у нас с вами моделирующий, значит, он должен держать укладку. Правильно? Но еще и термозащита здесь. У веб-фильтра есть еще. Посмотрим, насколько он справляется с своей задачей. Потому что лаки укладку у меня фаберлик вообще не держит. Ни грамма. Ну, чтобы вы держали немножко средства на волосах. Сейчас будем сушить вот такая вот у меня насадка для фена. Про фен в следующих влогах, девчонки, расскажу. Все подробно и так далее. Первый раз сама эту насадку буду вместе с вами пользовать. Но сначала... Ну-ка, снимайся. Хочу просто их подсушить немножко, потому что они мокрые еще. Поэтому сейчас подсушу и вернусь. Тушила. Сейчас, наверное, мы с вами будем по проборам разделять. Я вообще-то такую насадку первый раз пользуюсь. Спросила Олю своей. Она мне показала, как... Я сейчас попробую. Так. Надеюсь на насадку. Нам нужно, она сказала, положить вот сюда волосы, в чашу. Вот так. Вот так вот сделать. Включить, сушить и провернуть еще. Пока легкая волна, но не мокрые. Слушайте, это, мне кажется, процесс такой долгий и относительно. Буду сушить. Ну, прикольно получается. На коре, мне кажется, будет здорово. Ну, в общем, досушу и к вам вернусь. Вот, девчонки, что у меня получилось. Я, в принципе, поняла, как этой насадкой работать. Я не знаю, что бы сейчас сделать. Мусора у меня, по-моему, нет, чтобы их пожамкать. Расчесать. Ладно, сейчас подумаю. Что по поводу маски. Волосы мягенькие, классные, блестят. Но у меня фен сейчас, от него волосы блестят. Они классные, мягкие. То есть я объема на голове однозначно добилась. Вот именно кудрях, ну, такие вот, видите, завитки кое-где. Но я поняла, какие работают. Ее нужно несколько раз вот так вот прям проворачивать вместе с волосами. Да, просто уже достаточно долго. Мне кажется, в целом неплохо. Даже расчесывать не хочу. Только вот так вот, если руками пройтись. Прям шапка, слушайте. И я еще поняла, что перед этой процедурой нужно получше вообще просушить сами волосы. Шапка, шапка. Не знаю, как там сзади. Я еще не смотрела. Сейчас все, конечно, немножко опадет. И как раз будет вот носибельно, скажем так. Но пока мне нравится. Прикорневой объем такой щеткой однозначно можно сделать, да? Прикольненько. Можно еще несколько локонов на пловечку накрутить, и вообще будет красота. Ну и в целом, в целом мне нравится. Сейчас оно все немножко осядет. Просто не хочу пока приглаживать и опускать. Не знаю, может быть, знаете еще как попробовать? Вот этот спрей моделирующий распшикать на руки. Так как мусса у меня нет. И пожамкать в нем. Ну, моделирует, мне кажется, он слабенько. Слабенько, мне кажется, он моделирует. Но, тем не менее, руки вот листкие после него. То есть это как жидкий лак с термозащитой, да? Ну, так вроде неплохо. И такой пудель, да? Вау! Вообще. Маска Арису понравилась, девчонки. Вот кончики даже не мягкие. Хорошая маска, мне кажется, одна из лучших масок для волос Фаберлик. Потому что какие у нас маски для волос? Ботаника, Салонке? Нет, не очень. А вот эта хорошенькая. Так, пожамкаем сейчас. Ну, прикольно же, да? Легкая волна кое-где. И объем. Безграничный объем. Все, я их пока трогать не буду. Они у меня сейчас так полежат. А потом я посмотрю, что мне сделать. Их расчесать или что. Осядут они у меня или нет. Как жидкий лак, да? Руки липкие от него, девчонки. Вот сейчас бы еще посушить, но я уже не могу. Все. Мне уже надоело. Так, на этом буду заканчивать видео. Вот и все, мои хорошие. Протестировали с вами, что могли. Если видео понравилось, ставьте лайк. Ссылка на регистрацию сюда под видео. Регистрируйтесь, будем общаться. Подарки сейчас классные. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok